Здравствуйте! В эфире собрание исполнений. Сегодня наш цикл, посвященный вершинам скрипичного исполнительства, продолжит скрипичный концерт Иоганна Себрамса. Исполняет Виктория Мулова за пультом Российского национального оркестра Михаил Плетнёв. Ты знаешь, мне кажется, что это самое логичное продолжение нашего первого концерта. После Бетховена у нас следует скрипичный концерт Брамса. Это во всех смыслах продолжение истории больших скрипичных концертов, потому что у брамсовского концерта, как известно, и тональность та же самая, что у бетховенского. Кроме того, если в истории бетховенского концерта главным исполнителем, с которым началась его настоящая слава, был Ёжев Юахим, то в случае брамсовского концерта это был тот музыкант, который играл его премьеру. Да, причем играл он ее вместе с бетховенским концертом. Да, это, наверное, тоже был сознательный расчет с мыслями о восприимчивости тогдашней публики, потому что нужно понимать, что бетховенский концерт все-таки в это время был уже такой привычной, уважаемой частью репертуара, а брамс все-таки здравствующий композитор, композиторская премьера, и вдобавок у брамса к этому времени все-таки была репутация сложного композитора. Да, сложного композитора и композитора, который, безусловно, критиками назывался одним из главных бетховенских преемников. В общем, поэтому есть еще и здесь некоторая связь. Но вот эта сложность брамсовского концерта, она, конечно, породила целый ряд, по-своему, восхитительной критики, причем от самых знаковых скрипачей того времени. Причем, заметьте, именно скрипачей в первую очередь. Да, но прежде всего это, конечно, Пабло Сарасатов выступил просто, как мне кажется, блестяще. Может быть, не менее виртуозно, чем в качестве скрипача, потому что он сказал, ну, это, во-первых, неисполняемый концерт, а, во-вторых, я не хочу большую часть времени стоять со скрипкой в руке и слушать как единственную красивую мелодию второй части, исполнять гобой. И Генрик Винявский тоже присоединился к Сарасату, тоже признал этот концерт совершенно неисполняемым. Ну, наверное, это в каком-то высшем смысле закономерно, потому что здесь ровно то, о чем мы говорили вчера. Вот это сознательное нежелание композитора в каком-то смысле идти на поводу у солиста, у виртуоза и прописывать специально для него такие очень эффектные, немножко позерские, нарочито красивые места в солирующей партии. В принципе, мы можем говорить о том, что брамсовский скрипичный концерт, он ближе не к предшествующей традиции нарочито-виртуозной, а к таким произведениям, как Гарольд в Италии, в биртуозе, допустим, где номинально есть солирующий инструмент, но все-таки его взаимодействие с оркестром – это не то состязание, которое изначально читалось за словом «концерт». Мне кажется, что брамсовский концерт именно благодаря своей такой сложной истории и, собственно, сложной архитектонике, он очень качественно характеризует тех скрипачей, которые отваживаются его играть. И нужен какой-то особый подход, потому что здесь сам скрипач должен в некотором роде выдвинуть вперед какое-то свое более глубинное понимание, умение строить форму музыкальную, умение, скажем так, высказываться масштабно. И мне кажется, что сегодня мы имеем одно из очень подходящих скрипачек для такого концерта, нашу бывшую соотечественницу, одной из самых известных скрипачек современности – Викторию Мулу. Да, но она, помимо прочего, конечно, просто очень интересный исполнитель. Ну, там кто-то в свое время был очень впечатлен тем, что она взялась за оборочный смычок и стала исполнять оборочную, ранее классическую музыку в аутентичном ключе. Кто-то, может быть, впечатлился экспериментами совершенно другого плана, когда она взялась за джаз. Но все-таки все эти какие-то немножко пестрые начинания, они все-таки не мешают признать, что она замечательный интеллектуал, и музыкант действительно довольно глубокий. О следующих концертах нашей скрипичной недели мы расскажем завтра и послезавтра. Смотрите собрание исполнений на телеканале «Россия. Культура». Ну, а сейчас скрипичный концерт «Брамса». Исполняют Виктория Мулова и Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнёв. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА